АРАС В сентябре 2024 года компания «Пиэсэцкий Эйркрафт» провела первый полет своего самолета вертикального взлета и посадки с наклонным воздуходувом. Мы все ближе и ближе к тому, что видели несчетное количество раз в фантастических фильмах. Транспортное средство создается компанией в первую очередь для выполнения военных задач. Оно будет взлетать с небольших полевых баз или кораблей с целью разведки, медицинской эвакуации и перевозки любых полезных в боевых действиях грузов, весом до 1360 кило. Причем АРАС может управляться дистанционно, автономно, либо вручную. При первом полете АРАС сумел поднять мобильный многоцелевой модуль М4. Всего за минуту, но результат хороший. К тому же уже заключен контракт стоимостью 37 миллионов долларов на поставку этого воздушного транспорта. Это не единственное транспортное средство от PSS Aircraft, которое выглядит удивительно. Вот, например, HRP-1 по прозвищу «Летающий банан», совершивший свой первый полет в 1945 году. Кажется, что у живущих в то время людей при взгляде на этот транспорт возникали такие же эмоции, как у нас, когда мы видим АРАС. ХАПС Высокоскоростной интернет для самых удаленных населенных пунктов — это громкие слова, которые звучат из офисов множества компаний. Однако «скэе» выделяется среди них. Умельцы из компании решили, что распространение интернета будет осуществлять не какое-то традиционное в современном мире воздушное транспортное средство, а аналог оставшихся в прошлом веке дирижаблей. Транспорт под названием «ХАПС» может подниматься на высоту от 18 до почти 20 тысяч метров по заданным GPS-координатам, а затем передавать интернет находящимся под ним поселением. При этом снабжать интернетом «ХАПС» может в течение нескольких месяцев, так как питается от расположенных на корпусе солнечных панелей. Кроме распространения интернета, создатели планируют, что «ХАПС» будет мониторить климат и окружающую среду, а также наблюдать за лесными пожарами и другими стихийными бедствиями. К слову, о компаниях из офисов которых звучат слова про интернет для всех. В одной компании решили распространять подключение с помощью самолета на солнечных панелях, а в другой — с помощью воздушного шара. Как думаете, выиграют ли они в конкуренции с «СКЕЕ»? Шейд Хэвен От интернета для всех переходим к более приземленному, но не менее удивительному решению — спасению от солнца в любой точке, куда можно довести прицеп весом 1587 кило или 680 кило. Выбранная модель укрытия от компании Шейд Хэвен привозится в нужное место, после чего без особых сложностей раскладывается стальной каркас и полипропиленовый навес. В результате появляется защищенная от солнца территория площадью 111,5 или 55,7 квадратных метра в зависимости от выбранной версии. Использовать решение от Шейд Хэвен можно для создания защиты в местах, где проводятся утомительные работы под открытым небом, или для того, чтобы спрятать посетителей различных мероприятий. Также будут весьма признательны коровы или другие домашние животные, которые получат передвигающиеся за ними укрытие от солнечных лучей. ОЗМО А теперь переходим к рубрике «Роботы вытесняют людей с их рабочих мест». В этот раз перед нами роботизированная система, занимающаяся мойкой окон. Она крепится к свисающей с крыши платформе, а также имеет две роботизированные руки от Кука с щетками и водой. Вся работа осуществляется за счет искусственного интеллекта и датчиков LiDAR. Причем система от Skyline Robotics выполняет задачи как самый добросовестный мойщик окон. У нее есть датчики силы, которые помогают определить, насколько хрупким является оконное стекло. Таким образом, чистка выполняется с необходимым давлением для эффективного и безопасного мытья. Заменив людей столь опасной профессией, система Skyline Robotics добавит одно рабочее место, пока система управляется с помощью человека-оператора. Однако компания говорит, что это временно, в будущем робомойка будет осуществляться полностью автономно. Гоу-2 Множество роботов создается для замены людей, а компания Unitree Robotics находится уже где-то на другом уровне и производит замену уже существующих робо-собак другим роботам под названием Гоу-2. Существенных отличий нет. Компания просто добавила колесо с 7-дюймовой пневматической шиной вместо колодок на конце каждой шарнирной ноги. В общем, это модификация, но зато какая. Ездящая на своих колесах робо-собака не теряет способности обычной модели, при этом получает возможность передвигаться по более сложной местности. Плюс трюки. Они становятся куда более эффектными с ногами, на которых имеются колеса. Интересно, что Unitree Robotics не говорит про увеличение скорости, однако логично предположить, что и она увеличивается. По крайней мере, при спуске по лестнице. Для того, чтобы полностью убедиться в превосходстве колесной робо-собаки над своим конкурентом, осталось дождаться момента, когда ее побьют работники компании. Любят они это дело. А мы любим смотреть за этим, ожидая, когда роботы начнут мстить. Atmos MK1 Кажется, что перед нами эксперимент, в ходе которого машина пытается взлететь. К сожалению, пока что Audi e-tron может ездить только по земле, служа лишь пусковым устройством, но взлетающему с нее аппарату есть чем удивить. Atmos MK1 имеет размах крыльев 12,5 метров, небольшой относительно габаритов вес в 40 кило, а также способен летать на высоте 15-20 километров в течение 16 часов. Да, без какого-либо топлива. Питание осуществляется за счет расположенных на корпусе фотоэлектрических модулей. А ночью Atmos MK1 получает энергию от заряжающихся в светлое время суток аккумуляторов. Все это делает решение от Key Aerospace дешевым средством аэрофотосъемки, которое в перспективе имеет все шансы заменить существующие варианты, требующие подзарядки или до заправки. Prospex Как максимально улучшить рост растений в теплицах? В компании Prospex знают ответ на этот вопрос. Они делают теплицы, крыша которых может легко открываться. Да, это громадная система, требующая множество сил и времени на возведение. Однако в результате растущие в таких теплицах растения получают гигантское количество плюсов. Там и прямой солнечный свет, и доступ пчел, и оптимальный микроклимат, плюс прямой доступ к фотосинтетически активной радиации и многое другое. Plantma X Высаживать деревья вручную на огромной территории – это тяжело, долго, да и вообще не нужно, так как достаточно сесть в трактор, прицепить сзади блок от компании Plantma и ездить по территории, где в будущем будут расти деревья. Прицеп оснащен двумя роторными скарификаторами для удаления слякоти и подготовки почвы в непрерывном или прерывистом режиме. Еще есть два автономных манипулятора, которые определяют состояние почвы, обнаруживают камни и другие препятствия, а также самостоятельно принимают решение о посадке и помещают деревья в землю на расстоянии от 2,8 до 3,3 метра друг от друга. Всего в блоке может перевозиться до 30 тысяч саженцев, которые располагаются в хранилище с контролем климата и влажности. По некоторым данным, такая машина может размещать от 2300 до 2500 саженцев в час, что не идет ни в какое сравнение с ручным высаживанием деревьев. Safe Air Перед вами система спасения дронов под названием Safe Air от компании Parazero. Она присоединяется к дрону и использует независимые датчики для постоянного мониторинга и анализа полетных данных. А в момент, когда происходят критические сбои, система мгновенно принимает меры. Safe Air может отключить питание двигателей и способна активировать запуск баллистической пусковой установки, которая за доли секунды выбрасывает парашют. Также система может включить звуковую сигнализацию, чтобы находящиеся внизу люди знали о приближающейся опасности. А после безопасного приземления Safe Air создает отсчет для анализа происшествия. В настоящий момент компания предоставляет устройства под разные модели дронов от DJI, а также может создать индивидуальное решение для любого беспилотника весом от 1 кило до 1 тонны. Roll a ramp Коляски, скутеры и многие другие средства передвижения не могут нормально подниматься по лестнице. Поэтому, если вам приходится иметь с этим дело, стоит обратить внимание на вот такую складную рампу. Roll a ramp можно поставить даже в самом ограниченном месте, она умеет сворачиваться в очень компактные размеры. Когда появляется необходимость в подъеме по лестнице на небольшом транспортном средстве, Roll a ramp легко разворачивается, а для установки нужно просто поставить решение в нужном месте и закрепить секции с помощью расположенных сбоку элементов. Очень важно, что рампа легко может менять свою длину. Секции добавляются и убираются без каких-либо сложностей. Ну а если убирать Roll a ramp после использования, это все же сложная задача, то ждем превращения этого концепта в реальное изобретение. Посредством простого нажатия оно превращается из лестницы в рампу и обратно, и не нужно ничего никуда убирать или переносить. Astrohaven Домашняя обсерватория — это, конечно, хорошо. Но что, если хочется наблюдать за звездами там, где их видно лучше всего? За городом. В таком случае на помощь приходит компания Astrohaven со своим прицепом. Во время передвижения по дороге он не доставляет никакого дискомфорта ни водителю, ни другим машинам. В транспортировочном состоянии прицеп имеет ширину 2,4 метра, а расположенная на нем обсерватория полностью закрыта, из-за чего защищена от всего, что может случайно прилечать во время передвижения. Когда прицеп привезен в нужное место, начинается представление. Платформа закрепляется на поверхности для устойчивости во время непогоды, а часть купола открывается, предоставляя возможность для наблюдения за звездами. Роботы создаются не только для упрощения бытовых и производственных задач, но и для более серьезной работы — проведения операций. MP1000 от компании Edge обладает четырьмя манипуляторами с семью степенями свободы, что подходит для различных операционных процедур. Но пока что производитель не доверяет сложнейший процесс ИИ, робот работает под наблюдением хирурга. Он получает информацию благодаря иммерсивной визуализации с задержкой не более 40 миллисекунд, которую осуществляет роботизированная система. Управление происходит с помощью элементов, которые точно преобразовывают движения рук хирургов в соответствующие микродвижения инструментов в роботизированных манипуляторах. Помимо этого, как заявляется, система обладает выдающимися показателями безопасности и надежности, которые достигаются благодаря программному обеспечению и алгоритмам. Роботы в медицине, по планам многих компаний, будут вообще заниматься чуть ли не всем, что можно представить. К примеру, сейчас создаются нано-роботы, которые будут лечить опухоли. Но это еще ладно. Есть проект под названием BrainBridge, с помощью которого в будущем хотят проводить трансплантацию головы и лица. UnionX Посмотрите, как обычные и ничем не примечательные блоки из разных материалов превращаются в фигурки и детали. Это настольный, пятиосевой станок, над которым постаралась компания UnionX. Создание каких-либо осмысленных объектов с помощью аппарата хоть и выглядит так, будто происходит без участия человека. Но на самом деле пользователю все же нужно осуществить определенные действия. К примеру, произвести настройку работы станка с помощью программы. И, конечно, требуется очистка и обслуживание. Но на этом можно закончить. Дальше от владельца требуется только наслаждаться процессом и раскрасить полученный объект, если он подразумевает применение художественных навыков. Райс Подготовка шахты многоэтажного дома к установке лифта — это опасная и трудоемкая задача. По крайней мере так было до появления решения от Schindler. Теперь рабочие занимаются другими задачами, в то время как робокоробка перемещается по лифтовой шахте без всякой усталости и недовольства. Райс автоматически обследует окружающие стены. Затем на основании полученной информации он производит установку анкерных болтов, необходимых для лестничных дверей, разделительных балок и настенных кронштейнов. Хотя все выполняется автономно, у строителей все же есть возможность следить за процессом, так как на Райс установлена камера. На данный момент решение уже применялось в пяти проектах по строительству современных многоэтажных зданий в крупных городах. TW2 Компания Beaver Lab исполняет мечту всех астрономов-любителей. В ее ассортименте появилось доступное и простое решение для наблюдения за звездами. Помимо телескопа, Beaver Lab предоставляет блок, который можно увидеть на противоположном от объектива конце. Это устройство под названием DS1, которое имеет сенсорный дисплей и нужно для астрофотографии с разрешением до 48 мегапикселей, записи 4К-видео, планет, галактик и туманностей в темное время суток. Также компания не прошла мимо современных трендов и добавила систему обработки изображений на основе искусственного интеллекта. Стоимость блока и телескопа говорит о том, что у компании действительно получилось создать доступное решение. Телескоп стоит 349 долларов, а фотоблок DS1, в свою очередь, стоит 229 долларов. Работники, которые осуществляют нанесение маркировки на стройке, могут выдохнуть. Вместо них утомительную задачу способен осуществлять этот робот. Сначала нужно прислать необходимые данные создателям робота, компании Rugged Robotics, после чего они настраивают своего маленького помощника и доставляют на рабочую площадку. Вот теперь настало время для нанесения обозначений. Колесное устройство начинает ездить в соответствии с заданными установками и печатать с помощью своей головки многострочный текст, жирные символы, сложные кривые, углы и всё, что только может пригодиться в месте, где осуществляется стройка. Хоппер Большой семейный автомобиль — отличное решение, чтобы выбраться куда-нибудь за город. Но вряд ли он подойдёт для поездки до школы в соседнем районе, когда улицы, как обычно, забиты пробками. Здесь может пригодиться Хоппер. Это велосипед, у которого есть задний багажник с названием Хупти, с помощью которого можно возить одного взрослого или до двух маленьких детей. Вы когда-нибудь возили с собой на велосипеде пассажиров? Это может быть действительно тяжело, поэтому компания Extra Cycle оснастила свой велосипед помощниками в виде 750-ваттного мотора и аккумулятора, благодаря которым можно ездить со скоростью до 45 км в час на расстояние до 97 км. Да, не так быстро и не так далеко, однако езда не будет сопровождаться пробками, да и цена у транспорта приятная и составляет 3000 долларов, что куда меньше цены всяческих городских мини-машинок. ОТЭ Управлять педальным катером может быть не только очень весело, но и весьма трудоёмко. Для того, чтобы оставить только веселье, компания ОТЭ создала электрический катамаран. Кручение педалей в этом случае приводит к выработке электричества с помощью генератора переменного тока. Он передаётся на двигатели и усиливается дополнительной энергией от литий-ионной батареи. В результате без особых сложностей можно разогнаться до 10 км в час и плыть на расстояние от 15 до 20 км. Когда батарея начинает разряжаться, пользователю приходит уведомление, а двигаться становится сложнее. Лодка меньше помогает, потому что экономит. Ну а в момент, когда аккумулятор разрядится полностью, придётся прибегать к обычному кручению педалей, довольствуясь недавним весельем, полученным за 11 900 долларов. ТГ-63-150 Компания Pagani Geotechnical Equipment создала удобное и эффективное решение для проведения различных измерений, связанных с грунтом. У машины под названием ТГ-63-150 есть полуавтоматическая анкерная система на мачте. Она позволяет оператору быстро закрепить решение на земле, а также снижает нагрузку на раму при использовании. С помощью машины можно проводить динамические испытания с помощью малоточной системы, статические испытания посредством сейсмического модуля, а также бурить небольшие предварительные скважины. И да, решение от Pagani Geotechnical Equipment обладает очень важной особенностью, которую вы уже могли заметить на видео. Машина без сложности управляется одним оператором. DHR Engineering Компания DHR Engineering решила вывести промышленную 3D-печать на новый уровень. Для начала она взяла множество принтеров от компании Bamboo Lab. Видите, небольшие коробки, стоящие друг на друге. Это как раз они. После этого DHR Engineering добавила к ним роботизированную систему, которая занимается сбором полученных деталей и размещает их на полках. В результате компании есть чем похвастаться. Один принтер стал производить в три раза больше деталей, затраты на техническое обслуживание снизились в пять раз. Окупаемость инвестиций была достигнута всего за пять месяцев. А также появилась возможность реализации проектов с более чем 100 килограммами материалов. К тому же выросла конкурентоспособность цены на конечную продукцию и многое-многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова